Телеканал КРТ представляет Мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных Когорта бессимптомных? Отличное название для партии, да? Всем вступившим предоставляем антитела В Штатах отменяют Черную Пятницу Это смешно, это смешно Там же протесты сейчас Ну да В общем, Ким Кардасянова отговаривала Правда, мы же не будем говорить, что это схема по отмыванию денег, правильно? Только это и не схема Ну конечно Вечерники, да Вечерники, да У нас бывает спильный секс В Киеве как спросишь, так тебе ответят Мы пропонуем подаренковые сертификаты На користование послугами платных камер У украинских сличных изоляторов И ку-ку, и ку-ку, и ку-ку я Тогда ты должен быть как Хрущев, Сталинский и Малинский Всем доброе субботнее утро Сегодня ваша любимая передача «Три кандидата» И в гостях у нас очень классный ведущий Тигран Мартиросян Мы давно тебя звали Спасибо, что пришел Очень приятно Спасибо, что вы пригласили Я давно хотел пригласить Действительно, как твоя ныне информационная деятельность? Как твоя новая работа? Отлично, отлично Мало чем отличается от ваших То есть отпуск не отпускают опять-таки же, да? Ну а куда нам отпуск? Вы же видите, коллеги, какой у нас... Паспорт забрали Сразу нужно настроиться, что с комедийной передачей Да Не, ну я думаю, что там такое, кстати, устраивается Паспорт даешь, все даешь У меня, потому что забрали паспорт, но еще два-то остались Мы армянские и израильские Поэтому я... То есть ты как Голомойский Ты как Голомойский Могу путешествовать Тройное гражданство, да? Да, да, да Начать хотели... Ну мы долго думали еще подобрать на этой неделе Но она такая, в какой-то степени юмористическая новость Потому что на смену 82-летнему Кучме Который устал вести переговоры в Минской контактной группе Возможно, по словам Владимира Зеленского Придет 86-летний Леонид Макарович Кравчук То есть это... Как это? Ты и Джейс, ты мы смотрим, да? Нет, я как раз считаю, что это нагрузка большая для человека Нет, просто если бы пришел кто-то 81-летний Ты бы считал, что украинская переговорная группа молодеет А так она вроде как набирается опыта, мудрости А почему? А это как бы мировой тренд, смотрите Американским президентом там 73-76 Вайдену 78 уже Там еще, не знаю, пошутили, не пошутили Или это как бы правда, угроза Там еще Резников может быть И тогда будет молодеть Ну я не знаю Я предлагал вообще, если как бы Зеленский очень любит бывших президентов Тогда есть еще Виктор Андреевич Ющенко Он помоложе, посвежее и пчелы у него есть Хорошо, что ты про Гензеков не вспомнил Есть разница, его все-таки зовут не Леонид Мне кажется, тут как бы... А, может быть, точно У Виктора Андреевича еще есть время поменять Нет, просто есть время еще пойти поменять паспорт Ты имеешь в виду, чтобы документы не переоформлять? Ну конечно, так проще Даже можно просто писать ЛК Был Леонид Кучма, Леонид Кравчук ЛК Кстати, вот Резников Алексей Юрьевич уже объяснил В одном из интервью я вчера прочел Что значит, почему так? Потому что должен быть тяжеловес политический Чтобы это был должный противовес со стороны Российской Федерации Там же Грызлов Чтобы это был уровень маститых политиков Вот, ну понимаете, с другой стороны Вот кого бы вы предложили туда? Ну вот кто бы мог? Кирилл? Там нужно быть дипломат Ну какой-то опытный человек А Резников юрист Ты намекаешь на бывшего главу комитета по иностранным делам? Ну вот, я верю Анна Габко, бывшая глава комитета Нет, ну я более известного главу комитета А, Яременко Да, да Он мне откажется, я думаю, что он предложит Нет, ну он может туда ездить, но тоже переписываться Нет, он может туда не ездить, он может переписываться из Киева Только менять геолокацию на Минск Какие у него табу, да, собственно говоря, может быть и на такую деятельность Минск табу Да, но сегодня, сегодня у нас суббота Да Сегодня у нас суббота На этой неделе должна была состояться встреча Леонида Макаровича Во все президенты с руководством страны Она была запланирована на четверг на 11 часов О результатах этой встречи уже должно быть известно сейчас Если вы, что вы думаете, вы кладете Чувствуете, вот нотка... Ну нотка конспирологии пошла Всем все известно, Крачук отказался Вот и проверим этот прогноз, да? Ладно, у нас есть наша любимая... Обращенный в прошлое Наша любимая рубрика «Малюська неделя» Денис Малюська – это министр аюстиции Но он, конечно, неделю что-то такое отжигает Что он просто вынужден это цитировать Так вот, Денис Малюська предложил акцию Или так можно, конечно, назвать На день рождения чиновника Он презентовал подарочные сертификаты в СИЗО Это не шутка Он написал «Цидень настал» Он написал об этом в Фейсбуке, да Не, знаешь, подойди секунду Это вот вместе с сертификатом в бракарте Даришь еще и сертификат в СИЗО Ведь сегодня Миньюз пропонует новую послугу Мы пропонуем подаренковые сертификаты На користование послугами платных камер У украинских сличных изоляторов Ага, подарить трем друзьями Четвертого можешь привезти бесплатно Креатив, как тебе такое? Вы знаете, я думаю, что Малюська, если серьезно Он же в какой-то момент понял, что он на волне Как бы и вызывает интерес И мне кажется, что министр юстиции Намеренно еженедельно для того, чтобы в том числе попасть в вашу рубрику Выдает какое-то такое экстравагантное заявление У нас еще есть рубрика, которую нам подарила Аня Степанец Адский Степанец Я думаю, что он вот туда уже так сползает Но понимаете, в чем же суть? Это же очень технологичный ход Мало кто обсуждает, что происходит в реальном министерстве юстиции Какие изменения? Он тебе ходит на эфиры? Есть еще рубрика «Дикая чушь» Его интересно было бы допросить лично И такой сразу сертификат только Ребята, в СИЗО должна быть еще обязательно опция Девушкам до 22 бесплатно Знаете, как в клуб ночной Там еще какие-то Ну, должны быть какие-то приятности Небольшая площадка, чтобы аукцион с собаками провести Может быть, какая-то такая Прогулка на свежем воздухе Нет, а это на самом деле, по сути, тюрьма, как у нас уже гостиница Близь как метро Близь как метро, можно накупить сертификата Ты смеешься? А он на самом деле писал, молюська, что тебе Почему в Лукьяновском СИЗО в месяц аренда камеры Что-то там 10, по-моему, 500 грей Потому что это же по центру Киева, это метро Лукьяновка Это же инфраструктура какая удобная Все ездят, все ездят На каналы можно удобно добраться Хорошо, что еще не в квадратных метрах Знаете, это тысяча долларов в квадратный метр камеры Все-таки место недалеко А ты не подсказывай, не подсказывай Человек записывает, он же конкретно Говорит так, костюм был, на траве лежал На столе сидел, в лотос складывался Борщ пробовал, что он еще не делал? Да Что еще не делал молюська Мне кажется, должна быть еще одна рубрика ваша Здесь, если зрители выдвигают предложение Мы ему подсказываем, что надо сделать Да, да А знаешь, почему мне кажется, что скоро Должны называться какие-то вот эти камеры Молюськи Знаешь, как бы вот спрятался в домик И все И ку-ку Тогда это должно быть как Хрущевки, Сталинки и Молюськи Молюськи В зависимости от помещения То, что может себе позволить Правда? А вот в этом числе, вы знаете, вот это крыло, это молюськи Молюськи Причем, заметили, у него какой-то иммунитет Потому что, ну вот, Милованов нес такой чушь, и его выгнали быстро А Молюська, может, бесконечно несет И ему все как гусь и вода Каждый политик чем-то запомнил Вот первая новость, помните, у нас были кравчучки Да? Кучмовозики были Были же, были А вот теперь еще должны быть вот камеры Молюськи Будет неплохая категория для политиков, которые находятся внизу рейтинговой турнирной таблицы У которых рейтинги Молюськи, да, это вот всегда до одного процента Можно так, 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 ограничить с статистической погрешностью Коллективный Молюськи Да, да То есть колебаются с линией Молюськи После года работы в правительстве его рейтинг скатился в категорию Молюськи Ребята, это индекс Молюськи Но есть же индекс Дэл Джонс Будущий индекс Молюськи Это звучит Выпускайте сертификаты Конечно И оценивать Перспективы экономики по сертификатам Молюськи Ну прям, да И все же должно быть честно, справедливо Это же юстиция Индекс инвестиционной привлекательности Это же министрию джастис Ну, конечно Про деньги, кстати Раз уж зато пошло Мендель Это та, которая пресс-секретарь Зеленского Так Зарабатывает больше самого Зеленского И не спрашивайте, как Но стало известно, что пресс-секретарь Зеленского Мендель В июне заработала в полтора раза больше, чем президент Она получила 46200 гривен, в то время как сам Владимир Александрович получил 28000 гривен Необъяснимо, но факт Это, в принципе, вообще как-то логически можно Ну, во-первых, Мендель много работает Прав, тоже Правда? Мы же не будем говорить, что это схема по отмыванию денег, правильно? Это и не схема Ну, конечно А вдруг она вот складывает в конвертик, а потом заносит У него есть большой опыт до этого Правильно? Тигран, что ты думаешь? Я знаете, о чем? Я про опыт не готов рефлексировать, пресс-секретаря Хотя наша бывшая коллега по студентам Я вот просто к чему веду Я даже ее помню А я не видел А ты маленький просто был Я, к сожалению, тоже об этом не знал Но потом, когда Юлия была назначена Это стало известно Я просто не очень удивляюсь вопросу зарплат После того, как стало известно, что наш руководитель у корпорации зарабатывает больше Дональда Джона Трампа То есть я не знаю, как после этого, в принципе, эти новости у нас могут как-то будоражить или удивлять У корпорации сложнее руководить, чем с Дональдами Пускай, что где-то сплакнул одинокий Дональд Да, где-то Дональд говорит, слушайте, у меня тут компания, проблемы Хочу быть губернатором Одессы И все, Гейтч Где там пару Трамп Тауэр Почему? Нашего президента так недооценили Всего лишь 28 тысяч Ты не понимаешь, у президента, кроме зарплаты, он полностью находится на государственном обеспечении Ну да, дача, все остальное И это как бы, это не включается в официальную зарплату Ну да, ну вот в этом все и не нужно А Менделли на полуофициальном обеспечении? А она приходится зарабатывать А денежку надо зарабатывать То есть госдачи не дают помощникам, пресекретарям А кстати, вот знаете, это же вечный вопрос, вот что вы об этом думаете, ребят? Я у вас спрошу, вы люди мудрые, образованные Но вот как вообще быть с президентскими зарплатами? Ведь каждый же украинец, когда читает или слышит из уст Кирилла Молчанова новости о том, что президент зарабатывает 26 тысяч гривен Понимает, что, ну навряд ли глава государства живет на эти деньги, тем более его декларация опубликована, о его доходах известно Конечно Владимир Александрович успешный человек Ты хочешь сказать, что он каждый день заходит, берет томик Кобзаря, достает соточку баксов, идет в обменничек И вот так мимо зарплатки тратит свои активы, да? Нет, у него, я думаю, кредитка Приватбанка, он ей кое-то рассчитывается Мона, моно-кота Да, да Мона-кота Вот, я просто думаю о чем, а как уже правильно выйти из этой ситуации, ну условно говоря, чтобы не было вот этих, ну, двусмысленностей Ну, 26 тысяч гривен Нужна ли зарплата президенту, как вы думаете? Если мы не будем платить зарплату президенту, тогда мы не сможем с нему требовать ничего Вот в свое время, например, Трамп пытался отказаться от зарплаты, и ему сказали, нет Так у него зарплата 26 тысяч долларов А, ему сказали, нельзя, потому что он там миллионер, и сказали, нельзя, ты не имеешь права отказаться от зарплаты Потому что если мы тебе платим зарплату, значит, мы тебя и кружим Мы тебя и кружим Как говорит глава нефтегаза, ну куда же без зарплаты, да? О чем речь? Вот, это существенный вопрос Но, с другой стороны, вряд ли же мы требуем от президента на 26 тысяч гривен Имея в виду, что мы как раз и за заработной платы к нему выдвигаем какие-то Ожидаем от него выполнения функции гаранта Конституции Обеспечения вопросов национальной безопасности и внешней политики Да, но он скажет, знаешь, вот как платить, так и работают Да, да Не, ну есть самообеспечение А, когда тебе вот какая-нибудь... Смотри, он круглосуточно его обеспечит охрана, перемещение и так далее Ведь это тоже все как бы затраты, которые идут на президента Ну, кстати, вот глава нефтегаза, я об этом вспомнил, извините, сейчас вернемся к вопросу Мы его позовем все еще раз При секретаре от президента Он же после этого скандала громкого, нашумевшего о премиях, да Он же, если мне не изменяет память, могу ошибаться, вы проверите и скажете, вы люди знающие Что вот с этого года он все заработную плату официально он дает на благотворительность Нет, на благотворительность Это уже было, да, ему вряд ли сыграло Кстати, я тебе уточню Он отдавал их на благотворительность, по-моему, с прошлого года до момента окончания контракта А после перезаключения контракта, тут история умалчивает, он их отдает дальше или нет Нет, это был сертификат Ну, кто-то же должен Ну, им шмыгаль всем сделал как Он им всем ввел пока карантин 47 тысяч гривен Да Ну, как говорят в Министерстве юстиции, главное, чтобы хватило на аренду хорошего СИЗО номера Да, я говорю, на сертификат В центре Киева, там, есть еще на Аскольдовом переулке на арсенальной СИЗО Ну, как я, надо так проработать, чтобы я тебе знал Google и ты мог заработать на сертификат А то иначе тебе просто подарят, лучше позаботься сам Ну, кстати, тогда уже, так и быть, скажем, что Зеленский это не главное исключение У нас подобное исключение есть с мэром Киева Потому что Кличко получил за июнь меньше зарплаты, чем его заместитель Ну, вот опять же 47 тысяч гривен получил Виталий, а его зам от 37 до 60 Это же было... Ну, это же никак не сказаться на эффективности Понимаешь, если бы он так плохо работал Вот зам хорошо работает, а Кличко плохо Вот нельзя было бы так тогда говорить А вот тут у нас нестыковочка Нестыковочка Ну, это не ничего Работает в поте лица засучи Засучи свои эти боксерские перчатки Гоняя туда вот этих описывателей Описывателей графитчиков Графитчиков по переулкам Муральщиков Это было, кстати, феерическое, когда Кличко ночью ходил, там искал этих... Мальчик, ты что здесь делаешь? Муральщиков? Муральщиков Сломал ногу, да, Виталий? Сухожилие потянул Ну, там что случилось с ногой Да Пожелаем выздоровления скорейшего Конечно Градоначальнику столичному Тем более, что не время болеть Это правда Конечно Миняшина нынче дорогая, так что не время болеть Это же тоже очередная почва для скандалов Все говорят, где я лечил ногу у Виталия Кличко Говорят, что делал операцию в Германии Почему не в Украине? Это, мне кажется, будет популярный вопрос Ну да Ну, Янукович стал в Барселону в свое время, колено там лечил Ну, ты следишь, да, за медкартами? Конечно Это, в принципе, традиция украинских чиновников Если бы не коронавирус, кстати, они бы все туда куда-то... Да, кстати, Тимошенко... А может, знаете, в чем еще дело? Это в Астрии или в Германии, Шарите? В Германии Почему вот у зарплаты, например, у заместителей больше, а, например, у министра или начальника меньше? Потому что, а кто выписывает им премии, все вот эти надбавочки? Кто? Бухгалтер Нет, глава Тебе же ты не выпишешь? Ну, так оно некрасиво как-то Ты думаешь, делятся с премией заместители, да? Ну, как бы... Не-не-не, просто приходит чиновник к заместителям Вы знаете, это такая премия, но... Кофе платить Вы же поняли, что на всех И не сам платит, а, говорит, заместителю, говорит, вот тебе У тебя же зарплата больше? Да У кого зарплата больше, то ты и расплачиваешься То ты и расплачиваешься Слушайте, логично Это, кстати, от наглости еще очень много Потому что я помню в прошлом правительстве была такая министра образования Новосад Которая от себя там выписывала премии безостановочно Ну, 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 вот и где Новосад? Тридцатилетие празднуют, где Новосад? Посмотри ленту, полистай Слушайте, ну, это, конечно, интересный феномен, когда ты сам себе выписываешь премию Ну, правда, некрасиво как-то? Ну, да, это тоже, опять же, второй же вопрос, который мы должны с вами разрешить Как-нибудь при встрече, как заработная плата президента Не, просто получается, вот сидишь тогда Как же так можно? Ты, например, министр, госначальник думаешь Тяжело работал? Тяжело работал? Да, да Галочку поставил Усердно, то есть Усердно, засучив рукава Усердно, галочку, ты еще одну Наработал на премию? Наработал А вы бы себе какую премию выписали, если бы не... Нет, мне бы Саша выписывала премию Или Кирилл Ну, понятно, кто ведает деньгами в семье Конечно, вы Саша То есть вы же готовы делегировать полномочия, да? Да, в этом смысле? Ну, а то как-то так себе... Мы готовы работать за продуктовые талоны, да? Да, да, да Пару конвертов вам потом отдам Не, ну, потому что как-то, ну, так себе, мне кажется, себе выписывать, оно... Не комильфо? Ну, да, очень... Правда? Ну, вот как-то... Вот, Тигран, вот ты, например, ты же тоже был руководителем, он как-то это делал? Да, мне трудно себя переоценить, как вы понимаете, поэтому... Нет, я, если серьезно, конечно, нет, конечно, я не выписывался, я поэтому и не понимаю, то есть... Ты должен, несмотря на то, что мы, конечно, самый суровый критик самими себе, верно? Конечно, мы должны с этим начинать Да Грызешь себя, да? Требовательно, да Поэтому, ну, в 200-300% заработной платы нормально, мне кажется, да? В месяц, почему? Чего мелочиться-то? Да Ну, вот... Вот нормально все, человек, с самооценкой, понимаешь? Все хорошо Правильно, правильно Это, кстати, в прошлом проявлете самый скромный министр был дубилет У него было, что-то там, 25 тысяч гривен зарплата А у Бородянского там под полмиллиона, там, чего накапывало постоянно То там и заместители получали по полмиллиона премий А говорят, вообще, культура недофинансированная Да, да, но там же, это же как объяснялось, что это было связано с тем, что объединили министерства И если было три министра, то их зарплата суммировалась А если змеи горны в четырех головах, то так же можно все в одно Вообще, это удобная схема, можно так объединять, разъединять министерства и постоянно создавать... Ну, Милованов же был у нас министр экономики, запятая, сельского хозяйства, запятая промышленности Три в одном Ну, какой министр, такая и промышленность, такая... При этом некомпетенции ничего не было, человек Главное, что зарплатка была хорошая Ну, главное, чтоб костюмчик сидел, как у малюски А сам он постоянно жаловался, что ему только на такси хватает Да? Да, Милованов постоянно жаловался У него зарплата около 70 тысяч, и он говорил, мне хватает вот только на Uber Так, подожди Ну, только на такси Смотри, не хватает, на воссадке хватало? На квартиру не хватало Кому еще не хватало? Это Галина Третьякова? Конечно, я-то, конечно, на нее и не векал А просто назови Мустафина, я вам постоянно не хватало, пока его на работу не взяли За лищук только на шампунь хватало, да Габко могла позволить только рюкзак Я помню Это при том, что у Габко сколько там квартир 10, да? Она говорила, что на Майдане выстрадала Не трогай, святое Да, ладно Про квартиры Илья Киева Тоже любимый, скажем так, деятель нашей передачи Просто можно там остановиться Просто любимый Илья У Киева запитала, чему вы не задекларировали одну из квартир И сейчас есть, кстати, у нас видео, где мой режиссер включает Как он это все объяснял? Так объяснил, да, Илья Владимирович, это да? Там живет моя подруга Вот видите? Вы не задекларировали эту квартиру Кого? Подругу? Ну, по-перше, подругу так же декларуют А у меня нету с ней спильного побута У меня с ней есть спильный секс Вот так вот Вот, вы поняли? Да, вот бывают и деклары У вас бывает спильный секс? У Киева, как спросишь, так тебе и ответят Бывают еще не спильные, да, мне просто реально Ну какие вот разновидности? Давайте весь Градиент посмотрим Какие спильные бывают еще другие варианты? Спильный побут Суспильный, может быть Суспильный Суспильный секс? Да, да Что это? За это мы и любим Илью Владимирович За откровенность, да? Надо же быть откровенным Представляете, если бы все политики Вот все наши парламентарии Вот так откровенно говорили Когда, Кирилл, у них спрашивали Подкуда у вас вот этот, значит, автомобиль Они по-честному отвечали Это я получил за, как бы, значит За навыки, умения Вот эту услугу За такую помощь Политическую и юридическую Вот тут я молодец Вот так могу Вот тут у нас спильный Да Что это там? Повод А если есть спильный, то есть еще и коллективный Ну я об этом и говорю, да Значит, есть и коллективный А у кого-то индивидуальный А у кого-то, значит, есть и индивидуальный То есть тут спильный, а значит, есть и индивидуальный Ну это очень хорошая шутка в эпоху карантина, Алексей Актуальная, конечно Насчет индивидуальности Автономности в этом вопросе Пожалуйста Нет, я имею в виду, о чем вы сказали Давайте не развивать эту тему Потому что мы Утреннее шоу Да, утреннее в субботу Люди нас смотрят Вышли бы вечером в субботу Дети смотрят Могли бы продолжать Поэтому смотрите Киевы только по вечерам Вечерний Киев Вечерний Киев Коробка конфет Две буквы изменил Помните, как когда-то был Филипп, да Один из, в общем-то, македонских сырьевых Было такие Филиппки, да Мы можем говорить, что сейчас у нас тоже образуется новый жанр Кивки То есть есть клефки Нет, подожди Есть гифки, а есть кивки Кивки Кивка это должна быть как раз новая Такая яркая фраза Кивка А потом можно издать сборник Сборник? Цитат Ну Острые кивки В общем, дважды работники канцелярии Обнаруживали обман Но на третий раз они все-таки добили своего Потому что они представили, знаешь, кем? Кем? Генеральным секретарем ООН СМЕХ То есть получается, когда они пытались от имени Макрона и Владимира Зеленского не получили Не увидите Уже услышали? Нет Не то Не то Я думал, пранкеры дозвонились с третьего раза, потому что звонили не на Киевстар Киевстаровский номер Эммануэля Макрона не был распространен Как бы, да? Смешные 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 Я думаю, что и подписаны все очень смешные А был какой-то розыгрыш? Они дозвонились, что представились с генеральным секретарем организации Макрона Да, повод звонка был То, что они хотели поздравить с победой на выборах То есть это, наверное, вам подкупило Дуду А второе Они выяснили, что сам генсекретарь ООН Дутейр Сейчас в отпуске И канцелярия польского президента не смогла это проверить Здравствуйте, я вам из отпуска звоню Хочу поздравить Во время обсуждения пранкеры предложили Дуде забрать назад украинские территории Дуда услышал вопрос, сразу перезвонил, что простите Нет, нет, это Украина А, какой кошмар После чего они, как бы, он Ну, они это, я понимаю, Польша Поняли, что это какой-то розыгрыш А в других странах явно не поняли, когда им то же самое делали Звонили, они решили, что так, как бы, можно Какой такой розыгрыш Я думаю, да, с этого все и начиналось А мне, кстати, интересно, а вот почему именно пранкеры, это только российские? Почему не бывают там, не знаю, каких-то других пранкеров? И вообще пока не подключаются У них какие-то доступы какие-то есть, я не знаю Знаменитые, знаменитые руки Кремля, которые могут дозвониться, да, куда угодно У них безлимитная связь Угу, на выключен телефон Просто, да, бесплатно исходящие, поэтому они могут Ну, любопытно, конечно, очень любопытно Просто мне интересно, почему именно с такого вопроса Неужели они думали, что их не засекут, если первый вопрос президенту Не хотите ли вы вернуть Львов? Ну, наверное, есть угроза, что вас разоблачат Если это говорит несколько неожиданных вопросов Генерального секретаря организации Не, ну, может быть, тут был расчет на то, что Дуда Подумал бы, что генеральный секретарь не совсем понимает Где это и что это Ну, мало ли, знаешь, стран много Проблем много, все в голове не удержишь Что, где А может, они хотели Кочинскому позвонить? Потому что там ему эта идея как раз Для него не более популярная Он же в лицо не сильно официально А у него переадресация остальная На Дуду Представляете, у президента был бы один телефон Да, и переадресация на текущего главу государства Кто в отпуске, да Кто в отпуске, тот Кто работает Ну, видите, получается, уже есть механизм Отслеживания таких контактов Потому что два раза не получили А мы в своей программе Дуду не поздравили Вот непорядок, между прочим А вы разыгрывали кого-то в своей программе? Поэтому поиск рабочего вида нам не дают Да, да, да Вы разыгрывали так кого-то в своей программе? Звонить? Да, звонить У нас же тоже это сейчас популярно в стране Да, есть же А кому можно было? Есть же Джокер, да? Известный Но он не звонит, он пишет Хотя он и звонил в эфиры некоторых телеканалов Вообще-то Ага Да? Да Были случаи Включки В твой эфир? Ты поэтому в курсе? Включки Так, ладно, пошли по нас Рядом спустим Мы еще нет, но в новом сезоне, я думаю, что О, у нас еще будет новый сезон, кстати Конечно С сентября месяца Да, да Если есть рубрика про Малюсику, почему бы здесь сделать? Дикая чушь Звонок Малюсика Адский Степанец И Малюсика Дикая чушь это Виталий Дикий Приносим новости А, предложил Да, да, да Рядом с Польшей есть замечательная страна Беларусь И там Лукашенко на этой неделе заявил, что он переболел коронавирусом Есть даже видео Александра Григоровича На ногах, кстати, переболел на ногах То есть ходил на работу Да Чихать он хотел на этот коронавирус Дорогие мои друзья Начнем традиционно Я приношу извинения за свой голос Последнее время Приходится очень много говорить Но самое удивительное Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус Ну, такое общее заключение врачи сделали Бессимптомно Ну, как я и говорил Тишина вот эта вот зависла А имя дистанция У нас переносит эту заразу бессимптомно Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных Какой добрый усач такой В эту когорту бессимптомных Когорта бессимптомных? Да Отличное название для партии, да? Кстати, во время карантина Лидер политической партии Нет, а кстати, вступай в нашу партию в бессимптомную Когорта бессимптомных Всем вступившим предоставляем антитела, да? Это вот эта агитационная программа Поделимся антителами А как? Антителами У нас такая группа есть, между прочим Узнаете при вступлении в партию Заранее подумали У нас все в тренде У нас есть такая группа Ну, слушайте, Александр Григорьевич Вообще тяжелая неделя, да? Конечно Выдалась тяжелая неделя Уже в Майдане скоро там начнут Ну, не исключено Но самое главное, что здоров президент Да И перебыл коронавирусом Подождите, давайте вспомним Александр Григорьевич Почему же в Беларуси не был введен карантин? Как объяснял это президент Сосед Говорил, что нет оснований, да? Что это просто грипп По сути То есть не было речи о том, что не существует этой болезни Не-не-не, он такого не говорил Он просто говорил, что она ее не видит Не гиперболизирует Да Но он говорил, помните, он даже тогда На катке он говорит Вот я ее не вижу Мы даже это в нашей программе показывали Он говорил, вот я ее не вижу Вы тут видите ее? На катке И хоккей играл, да Ну, слушайте, зато Мне кажется, что это был правильный ход Потому что такой удачной популяризации белорусского футбола Угу Как в этот период времени Вся страна футбола нет Зато все пристально следили за белорусским чемпионатом Да, конечно И за игрой Артема Милевского в футбольном клубе Бреста Кстати, у Лукошенко еще выбрать через неделю Вот, вот, вот У нас сегодня суббота, правильно? Какое сегодня число? Плюс так Суббота первая Первая, вторая? Аж первая 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 Ты год хотел еще уточнить? Через неделю 2020 На всякие пожарные Ну, мало ли Обычно, когда какие-то споры То еще, знаешь, чтобы как бы там удостовериться, что там день и время совпадают Берут газету какую-то свежевыбученную, так с ней фотографируют Да, 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 чтобы было подтверждено Через неделю президентские выборы в Беларусе Через неделю выборы, интрига Алексей едет на выборы Куда? На Беларусь На Беларусь Да С помогателем Я отсюда наблюдаю Ммм, дистанционно Физическая дистанция Алексей, вы бы за кого проголосовали на выборах в Беларуси? Да Там два кандидата За президента Там один кандидат Тигран Там один Шутка Шутка была такая, что баллотироваться будет много и избираться будет один А, ну да Кирилл, то есть ты не веришь в демократичность белорусских выборов? Шутка была такая на предыдущих у нас в Украине тоже, в принципе, кандидатов много, да? Президент один Кстати Ну, а в итоге как? Кирилл только что разоблачил, кто придумал это Да Это все совпадения случайные, конечно, мы скрываем вообще свою авторство Кстати, есть еще У Кирилла, кстати, цветовая гамма Ага, это не белорусская Давайте скажем Вот именно, что не белорусская Да подожди секундочку, у него еще дякую на спине написано, спасибо Спасибо, Гетьман С его чём Про кандидатов Есть еще один кандидат Но не в Беларуси, а в Штатах Это Кенни Уэст Который то шел на выборы, то не шел на выборы, но в итоге В последний момент он подал документы на регистрацию Да, в общем, Ким Кардашьянова отговаривала, но... Смотрите, он в кепке мага Так Известный Только непонятно Это из предыдущей кампании А какой партии он баллотирует? Это он гитировал за Дональда Трампа, да? Да, да, да Он баллотируется от партии, я тебе скажу Знаешь, как называется партия Канни Уэста? Она называется birthday party Что переводится... Это правда, я не шучу Она называется... Типа... День рождения, да? Она называется... Да Вечеринка ко дню рождения И как бы второй смысл Что партии это же партия Да В тот же момент Вечеринка и партия Это же партия зародившаяся или рождение Партия рождения То есть ты голосуешь за birthday party, да? То есть уже партия чай-пития была Да? Бастонская Да, у нее уже там была... Бастонская? Да, Бастонская Меньше надо слушать шлягеры Бастонская Кирилл, что там вообще... Хорошо, что не вальс бастонская Потому что могло быть и так, да? Бастонская Ну, знаменитая чай-пития Конечно Абсолютно верно Посмотрите, какая будет потрясающая В случае победы Канни Уэста на выборах в Штатах Первая пара... Леди? Да, да Первая пара в стране Нет, я согласен Первое лицо Канни Уэст Я понимаю, почему ты это говоришь Ким Кардашьян Ну, конечно Я тебя хочу расстроить Есть версия в узких политических кругах Да Потому что Кенни Уэст Это технический кандидат Дональда Трампа Неужели? Неужели? Кирилл, это технический кандидат Ким Кардашьян Вот давайте вещи своими именами Он должен ее популяризировать, да? Все сначала подумают, что... А на самом деле, кто будет президентом? Это ее там муж, который хотел куда-то баллотировать То есть у нас сразу спросили Сколько ему заплатили за это? Первый ледь За выдвижение Так, и что он ответил? А мы же не там, поэтому у нее не спрашивают Он же спекулирует на вот этой афроамериканской тематике Ну, был бы жив Тупак, не было бы у него конкурентов А так, как бы подрастают новые поколения Весьма любопытно, кстати, как это действительно отобразится на результатах выборов в Штатах Потому что сейчас действительно лидирует Байден, да? Даже во всех сомневающихся Штатах, которые должны определиться судьбоносно Дело в том, что подобная картина, на самом деле, наблюдалась и с Хиллари Клинтон на прошлых выборах То есть проплаченная социология, это не украинский круг, это вообще мировой тренд А представляете, станет президентом Кани Уэст в Штатах? Вот Интересно, как будет формироваться политика в отношении Украины? Зеленский его включит сразу в нормандский формат Ему должны какие-то, кто его будет творчески поддерживать Как будет? Ну, послом в Америке будет группа мозги Вся, целом, целиком Ну, или как-нибудь так Ну, это было бы любопытно, действительно Да, 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 но я посмотрел социологию на прошлой неделе Не голосовывай за Кенни Уэста Два процента Это немало, это немало Встанет Ким Кардашьян и Кенни Уэст Я думаю, что Потап и Настя Каменских будут потерять руки Нет, так это, кстати, рулевая модель Мы тоже Магел Да, да Зеленский им уже вручил недавно, по-моему Заслуженно Да, да, да Заслуженно Народного Народного Наверное, наивысшего Народного Народного Артиста Ну, Кенни Уэста Не повредило бы звание Народного Артиста Украины Вообще, мне кажется Кто хочет хорошую политическую карьеру Должен задуматься Нет, во-первых, я думаю Что тогда во время первой визита Кенни Уэста И Ким Кардашьян И Ким Кардашьян Лауреат Лауреат премии Золотая дзыга Ким Кардашьян Выступает Виа Кстати Конечно Я думаю, что они 100% приехали в Украину Ребята, мне кажется, что надо Ну, с визитом Мост, как бы, вот, культурный проложить Ну, погодите Потому что песня Попа, как у Ким Это же гимн просто Взаимоотношений между Украиной Я хочу посмотреть, сколько у Ким Кардашьян Подписчиков в Инстаграм Знаете почему? Я не подписан Ну, вот Кстати, нужно исправить эту вопрос Это опасная, кстати Базовое заявление Я же патриот Вы думаете, я подписан на всех армян, да? То есть, по этому принципу Ну, конечно Хорошо Я вот на всех подписываюсь Ну, вот, просто представьте себе А почему ты не в футболке Джорджи Армани? Откуда ты знаешь, что я не в футболке Джорджи Армани? Это же может быть интрига, понимаешь? Может, это в базовой комплектации Знаете, армянская базовая комплектация, как она выглядит? Это родная футболка из волос, сотканная Ну, да Смотрите, 182 миллиона Внимание, 182 миллиона Подписчиков в Инстаграм То есть, если у нас 35 миллионов населения сегодня в стране Ну, посчитайте, да? Несколько Украин, да? Да Почти 7 То есть, у Ким Кардашьян больше подписчиков, чем у Ким Чен Ына? Я верных ракет, так сказать Ну, то есть, если все Кирилл, у тебя такие интересные такие, как бы, ассоциации Если все сторонники Давайте посмотрим, сколько тогда у Канни Уэст Вы представляете, действительно, а если Каменских пела про Пупука Ку Ким, не про Кардашьян, а про Ким Чен Ына? Вот это вот будет поворот Пупука Ку Ким? И все Что? Есть Канни Уэст в Инстаграм? Мне просто, знаете, что стало любопытно? Вот если суммировать их подписчиков Твиттеры точно есть Их подписчиков понять Сказать, есть страница 814 тысяч подписчиков, но она не верифицирована Наверное, да Наверное, это не он Ну, если суммировать их подписчиков только в Инстаграм, а посчитать, чтобы они проголосовали на выборы Вот вам и, вы же как политические технологи, вот вам и залог успеха Подождите, в этих выборах выиграет часто не сколько за тебя проголосуют, а как проголосуют выборщики То есть их можно подкупить Слушай, ну вот смотри, партии Твиттера были Партии Инстаграма, Ютуба, да Партии ТикТока когда появится, как ты думаешь? Я думаю, сразу после партии Клитина появится Партия ТикТока А я, кстати, вот, я даже слышал, ну, появился действительно дискурс, говорят, например, там, ну, к примеру, инфлюисеры, да И уже используют понятие ТикТокеры отдельно Конечно То есть это какая-то отдельная группа? Вообще, да Нет, ну слушайте, они же вообще в авангарде То есть ТикТок же, вы смотрите сколько просмотров Я нет, к сожалению, мне даже нет Знаешь, кто у нас используется? Ты знаешь Александр Александр собирается подписаться на Си Цзиньпина, который там у нас, когда он ТикТокер Человек в тройде Это Си Цзиньпин уже собирается подписаться на Александра Кстати, еще, кстати, про Трампа, сейчас уже начали, хорошая есть новость Трамп сдержал обещание, к концу своей президентской каденции, он таки построил стену Но не с Мексикой, а возле Белого дома Вот Ага Ну так как бы немножко вид, конечно, испортился А это серьезно или это шутка? Нет, это серьезно Да нет, ну брось Это нагородил То есть тебе не хватает значка метрополитен, да? Нашего любимого, который вот Буковка М, который говоришь Не, ну Белого дома немножко видно Это смешно Там же протесты сейчас идут Ну да Там же протесты Он хочет чувствовать себя безопасности Ну это же тоже правильно Нормальное чувство Не чуждо человеку безопасность Конечно Социальная дистанция ковид как-никак Нечего шастать Про ковид у нас много новостей Увы, да? Да, но у нас позитивные новости Ну давай Стали известны цены Или правильно надо сказать расценки На будущую вакцину от COVID-19 Вот В общем одна компания американская сказала, что это будет 50-60 долларов Вот Другая сказала 25-30 Ну пока не дает до Украины Это наверно будет уже 130 Плюс логистика Как кайфон, да? Как кайфон, да? Файдер оценил в 20 долларов Вот А какая-то шведская компания Не буду я на нее рекламировать 3-4 доллара А ту компанию ты решила прорекламировать? Да Остальные не стоят Она просто более на слуху Да Они просто договорились Более на слуху у Кирилла Была вчера вечером на слуху у Кирилла Нет, надо не так сказать Если вы хотите, чтобы о вашей компании узнала страна Договаривайтесь с Кириллом Да И он вашу новость Пишет как раз в актуальные новости недели Вот Он умеет Кстати, а у нас есть, секундочку У нас есть кофе Эль Кофина И что? Прекрасное кофе, которое мы пьем Для того, чтобы взбодриться Пить Эль Кофина И не только по субботам, а каждый будний день Да Так Есть еще Билл Гейтс Его тоже можно проекламировать Он назвал тесты на коронавирус полностью бесполезными То есть человек вообще скоблона срывает То есть после чипов он еще заявление сделал, да? Нет, смотрите, но есть чип, есть дейл Гаечка А особо опасным дается гаечка Гаечка Жиг Жиг По мнению Билла Гейтса проверяться нет смысла Так как результат приходится ожидать очень долго И можно, ну, как бы там еще успеть заразиться В его логике Ага Вот оно что А ты, так сказать, проходил тест на коронавирус? Да Серьезно? Я проходил, конечно Один раз или несколько? Нет, я проходил, когда только началась эпидемия Я сделал вот этот, который Экспресс Экспресс А где-то неделю назад я сделал, нет, чуть больше две ПЦР А я хотела спросить, смотрел ли ты в 10 чип и дейл Конечно Более интересно Знаешь ли ты песенку? Вот И все остальное Да, да, да Чувствуешь ли ты, когда слушаешь песенку, что тебе 8 лет и ты смотришь в воскресенье телевизор? Вот есть это все ностальжи? Ну, безусловно Иди на истории еще Если об этом ведь Я вспомнил Знаете, вы помните мультик был? Приключение Джеки Чана Вот это был мой любимый мультфильм Он шел после Чипа Дейла по одному из телеканалов По ICT Да, по стиле Приключение Джеки Чана я не смотрел уже Был такой мультфильм Был такой мультфильм Кирилл спорел? Я помню, Джеки Чан снимался в фильмах там Кирилл сейчас скажет Я знаю, что компания Пфайзер Она презентовала На слуху На слуху Я знаю, что Джеки Чан снимался в фильме На слуху другой вопрос В основе Которая состоит из нескольких очень тонких проводников Покрыт слоем золота Ну, почему бы и нет, да И способен выявить инфекцию в воздухе В общем, и такие технологии появляются Мне кажется, должен быть какой-то сенсор, который ты прикладываешь палец куда-нибудь В телефон Если устройство не покрыто слоем золота, мне кажется, нет никакого смысла Вообще О чем разговор Какие-то, да А так, смотрите, покрыто слоем золота Без слоя золота, не серьезно Да, задал вопрос, где вы его видите И вот, собственно говоря, ученые решили помочь увидеть в воздухе Это устройство Да Он же помогает увидеть вот так просто Коронавирус Коронавирус Вот он, вот он, вот он Вот он здесь И как оно работает, Кирилл? Ну, как, в воздухе? Ну, как оно работает? Ну, оно мигает, что оно, ну Ну, сейчас я тебе даже зачитаю Сделается золото, и силуэт коронавируса становится И тогда его видно И все Авторы разработки утверждают, что детектор работает при подключении к мобильному телефону А реакция устройства на анализируемые образцы обрабатывается при помощи искусственного интеллекта И все это занимает буквально несколько минут То есть тестирование происходит на месте То есть ты себя к телефону подключаешь? Да, себя И все Слушайте, интересно, когда в Украине будет и вакцина, о которой Кирилл только что рассказал И вот эти все устройства Есть ответ на тот вопрос Да Вакцина от коронавируса в Украине будет в начале 2021 года О чем он заявил Виктор Ляшко Я думал, директор компании Пфази Возможно, возможно, вот с ним с головой Возможно И вакцины получат минимум 20% украинцев Минимум 20% Это тоже под сообщением этой компании Ну, это те, кто там, как она В первую очередь 25, которые дякували, они на первую получат И получат все те, у кого фамилия Ляшко в первую очередь Потому что они вне очереди Виктор Ляшко, Олег Ляшко Ну, как минимум это уже две вакцины, понимаешь Это уже Остальные 20% можно загрузить Потом Ляшко скажет Еще надо всем скотынякам Потом фракция А то выбрут скотыняки О ком же будем говорить Ну, кстати, это вопрос интересный А как же определить, да? Вот 20% как распределять По больницам И больницы будут принимать решения по Надо сертификаты Это как сорока ворона Этому дала Этому не дала А вот этому дала Лотерею провести Кстати, да Гринкарт уже разыгрывает в Штатах Так и у нас надо разыгрывать Вот потому и Ляшко Подожди Лотерея и Ляшко Это же просто как Они могут с Ляшко обедниться И один будет организовать лотерея Тут розыграешь Сертификат Ну, то забава И там трата Ну, то ковид будет Как это называться должно? Алексей, осторожно Предлагайте объединяться двум политиками Мужского пола Потому что это, понимаете Минуточку Это мировой тренд Спонтанно Или вы о коалиции говорите О политическом виде Альянсе Альянс Альянс Так теперь называется, да? Нет, ну мы же не сказали партнерстве Мы заметили Мы так очень осторожно сказали альянс Правильно говорите Как сказал Илья Владимирович? По быту, да? Или как там? Да, у него совместного имущества нет Спильный побыт, да? Да Теперь это так называется Теперь это так называется Что-то у тебя по новостям По новостям По новостям Задумался? В Германии научили собак находить коронавирус Они вынюхивают 94% случаев А шесть? А шесть не повезло Собаки как-то не сработали А вынюхивают коронавирус? Да Любопытно У него есть какой-то специфический запах Наверное, как от наркотиков Ну А почему шесть не процентов случаев? Они испугают и вынюхивают А те, кто испугались, те не заболели Не честно, какая-то новость странная Ученые из Ганноверского университета ветеринарной медицины Научили собак распознавать образцы, которые были взяты у зараженных коронавирусом Так Я пытаюсь Они давали образцы, то есть они вынюхали образцы Но есть же разница Обычный человек или образец, который у него взят? Ну, вообще-то Хотя мы сами плавно скатываемся в каждой теме Тоже должно скрестить политиков А главный кинолог у нас это товарищ Бракар, депутат Слухи народа Он бы нам объяснил, что собака это не только друг человека Это и ценный товар А если собака распознает запах коронавируса, то ее цена еще растет Смотри, так это получился еще ковид-детектор Зачем тогда вот то устройство, если есть собаки? Лешайте, я больше скажу, можно все антикоррупционную вертикаль распустить и взять собак Будет больше пользы И коронавирус, они будут все вынюхать Конечно, наркотики, оружие Коронавирус Незаконный лес Были собаки Павла, будут собаки Бракара Конечно Это лабораторный центр, ты входишь, стоит 10 собак Ты подошел поближе, они как бы Вынюхали Все Диагноз Тебе выставили Да, мне кажется, что центр противодействия коррупции пора распускать И надо назвать это центр передовой медицины обязательно Потому что это же Зачем медицина? Это такое открытие? Это просто центр передовой Передовой центр Ганноверский университет Передовой медицины Кстати, вот по данным По данным, знаете, каким? Я вам сейчас скажу Заинтриговал По данным не компании По данным ООН Пандемия нанесла ущерб туризму мировому на 320 миллиардов долларов Но есть плюсы, кстати Ничего себе Есть внутренний туризм, он развивается теперь Вот ты куда-то в Украине уже ездил отдыхать? Да, я вот был Ну, в смысле, отдыхать, наверное, нет Но я вот за эти две недели побывал и во Львове, и в Одессе То есть, в принципе, географически мы посетили А развивается внутренний туризм, да, вы думаете? Конечно Еще как Да, мне кажется, что это, конечно, отличная возможность Не такой ценой, конечно, хотелось бы Но, но, но Могу тебе сказать, что серьезный бум идет по тревел-блогингу внутреннему Потому что все, в основном, были ориентированы на какие-то Я понимаю, что у Александра ТикТок Да, не только, не только Тревел-блогинг, да, все Ютуб-помощь, конечно Да, внутренним внутренним Ну, серьезно, я говорю, большой бум И стали очень качественно снимать Потому что, допустим, если вы следите за темой у нас В ТикТоке Да, не только в ТикТоке Ну, давайте понимать, что все равно Так или иначе, Украина причастна к проекту Орел-решка, который сделал бум все равно с Мне нравится Украина причастна Причастна, да Как-то Памилии этих женщин нам известны Конечно Ну, вы можете смеяться, но это действительно очень Не, ну ничего себе причастна, но авторы же Украина причастна Конечно, конечно Все, каждый из нас причастны Его можно назвать украинскими, да? После этого есть ряд проектов Которые, скажем так Стартовали тоже по следам Временских музыкантов Допустим, тот же Птушкин Который идти на феномен Когда сам снимает Сам монтирует Сам продвигает Миллионы пользователей Кто это? Вот чувствуется, что Ребятушки Так вот, после этого Пошла уже реально Плеяда Молодых ребят, которые Перевалили За показатели 100 тысяч Очень оперативно То есть это быстрые Старты, которые И весь контент основной Это уже Внутренне украинские Я вот не весь язык понимаю Ты говоришь Быстрый старт Правда? Такой специфический язык Профессиональная лексика Да, да Ну, чувствуется, что вы Как бы в теме Да, да Приятно поговорить с людьми Ходжирование Да Да, вот эти Информационные серферы Вот что Мы сейчас Сейчас Да что вы Достал печатную газету Давайте свежего Да Готовы Нет, ну на самом деле Мы же Не, ну классно, что Фаша тиктокер Да почему тиктокер? Я вообще Почетный тиктокер Ну хорошо Я бы сказал так Представитель тиктока в Украине Амбассадор Амбассадор Но мы не поговорили о самой новости Да Да Вот о каком ущербе Из-за 30 Холошальном 98% отрасли потеряли 320 миллиардов Да Ну слушайте Ну это 320 траншей МВФ Для Украины Можете себе представить? Просто такие суммы Меряем траншами Да Если бы Малюська Эту сумму Материализовала Нет, просто когда Украина Приходит за траншами Знаешь К мировым инвесторам Да, да, сейчас посмотрю В правом кармане Для мелочей Да Хотя с другой стороны Ура, у нас новый транш Если не ошибаюсь То за это время Штаты сделали Эмиссию доллара На 5 триллионов Да За время пандемии Да Они могут себе позволить Они стеснялись Печатать, да Что называется Вот Но Ладно, мы сейчас идем В серьезную дискуссию Да, не будем После слова Пфайзер Кирилл Эмиссия Значит, нас ждет дальше Макроэкономика Гугл оставит большинство сотрудников На удаленной работе Еще на целый год А ты вот представляешь Телевидение на удаленной работе Ну, слушайте Как будто бы ты еще на Гугл работаешь Просто по вечерам Телевидение Ну, слушайте С такими офисами Как в Гугл, кстати Наверное Сотрудникам действительно жаль оставаться дома Потому что у них же Компания же знаменита Да Своими комфортными Да Инновационными Необычными Ужасами Да Все для комфортной работы Жизни И трудовой И другой деятельности Даже любимца своего можно привести И То есть они решили наказать своих сотрудников Угу Угу Даже партнера по быту можно привести Будете работать дома Кстати, еще из-за коронавируса Пострадают шопперы Ааа Саша известная Все посмотрели на Сашу, да? Потому что в Штатах Отменяют черную пятницу Дабы не создать массовки И Я думаю, это связано с Black Lives Matter каким-то образом Ну да Почему она черная Кстати, да Этот вопрос можно активизировать Почему ее не переименовали там какую-то Желтую пятницу Разноцветную пятницу Афроамериканскую пятницу? Нет, разноцветную пятницу просто Радужную ты должен так говорить Ну Вот такая тема, понимаете Волмарт отменил Как из COVID-19 Думаешь, шутить, не шутить Но это же все переходит уже Какие-то разумные границы с этой историей, да? Когда Закрываются Для показа Фильма с Темнокожими Артистами Актерами Так, подожди Какой там самый известный университет в Штатах? Гарвард Ух ты Гарвард Гарвардский университет уже выступил Чтобы квотирование сделать Чтобы вот Согласно там Сколько чернокожего населения там Процентов Одиннадцать Да Чтобы им дали квоту Одиннадцать процентов На зачисление каждый год авиатуриентов Опять украинизация Американской политики Нет Ничего более фееричного Мне кажется Чем История о том Почему в шахматах первыми ходят белые То есть вот это Мне кажется Это как раз Маркер Некоторой Мне кажется Гиперболизации Случившегося Если не горит абсурдности Шахматы не запретили Шахматы не запретили? Шахматы не запретили? Да Надо срочно запретить Не надо поменять правила Шахматы запретили у нас в рамках декоммунизации Да Игру в которую играл Сталин Поэтому Это другая Карты еще можно? Другая Я уточни чисто так Я просто интересуюсь Карты можно Но две масти красные отменили Потому что это цвета Компартии Да туда же попали А черные тоже нельзя как бы По другой причине Да Карты без карты А еще есть красные сердечки там А-а-а Ну и кстати Что делать? Что делать? Ну то есть Шахматы уже раскрасить можно Ага Уже автоблокитные обязательно Тогда можно Ты имеешь ввиду Первые в мире ЛГБТ шахматы вот эти? Ну вот Нужно искать нестандартные подходы Да Интересно Да Нестандартные подходы А кто как будет ходить первый? Ну да Жребий тянуть Так давайте карты разрисуем Что ж тут как бы Масти новые придумаем Треугольник Круг Какой-нибудь Цветочек Кстати ты могла бы стать политтехнологом у этого движения Спасибо что я не останусь без работы Да Благодарю тебя Александре нужно уволиться из партии тиктоков Конечно Хотя кстати Байдену нужен не столько политтехнолог, сколько человек который будет ему постоянно подсказывать как его зовут Да Какой сегодня день Чтобы не забывал ничего Поэтому девушку зовут Сири Она может говорить доброе утро Это Трамп да Подначивает Подкалывает Это его сонный Джода Да Байдена Ну там на самом деле есть действительно основа Потому что он действительно путал например свою жену и сестру Там у него были случаи Он путал штаты в котором он находится Он путал даже компании То есть выступая он думал что он находится на компании избрания в Сенат А на самом деле на президент Черт и подробности город какой-то После публикации Мы стали свидетельны того что он путал президента Украины со своим ассистентом Ну как бы да Да Так что кстати Набирал помощника А Дело в том что Петр Алексеевич наоборот был там Мурат Подождите Ну что вы так сразу Может они как вот у Сервантеса Это Дун Кихот и Санчо Иванс Потому что Моруженосец нужен на самом деле Очень лестное сравнение Александра Витряные мельницы Пятого президента Украины Есть хорошие новости Внук знаменитого океанографа Жанна Жака Ива Кусто Решил продолжать семейное дело И построит одну из крупнейших подводных обитаемых станций в мире за 135 миллионов долларов Уууу Называться она будет Протеус На это уйдет 3 года Она будет находиться на глубине 18 метров Возле острова Кюрасао Круть Вот так вот это будет верить Ну как то так да Очень красиво Очень красиво Проект назван все из древнегреческого бога Протея Который считался хранителем знаний И мог принимать разные облики Вы смотрели в детстве Подводную Одиссей Команды Кусто Классная передача была между прочим А что это вот эти штучки такие Это камеры Можно было еще плавать в океане Не в океане бутылок Понимаешь Еще было хорошо А вам не кажется что это еще напоминает ковид Как его рисуют Как его рисуют А то есть это троллинг Такое Мне лично ICQ напоминает Помните была такая программа Ну вы на меня тоже не помните Жить там служит одновременно до 12 человек несколько недель А может даже и месяцев А может А может Если воздуха хватит То может и месяцев Как что Как и здесь В инстаграме сидеть будешь Рыбачить Кстати интересно А под водой есть интернет или нету? Ну слушай Эти же оптоволоконы Кабельки Они же идут тоже Конечно под дну Да Там даже может и лучше Связь для подводных лодок Можешь выходить в эфиры И Знаки Для карантина не худший вариант Мне кажется Время препровождения 7-10 недель под водой Очень хороший интертеймент Именно поэтому Кирилл наверняка и остановился на эту новость Выбирая себе место для А ты подготовил новость? Вот это вот Кирилл То, Кирилл Все новость не такая Это не смешная Тут Пфайзер как бы пятый раз Ты готовился? Конечно Разумеется О чем вы говорите Давайте Правда не есть тикток Ради бога извините Но Ай-яй-яй Придешь еще раз короче Исправишься С удовольствием Сейчас я подождите Я хотел подобрать Сегодня Пока вас ждал Пока вы опаздывали на собственную программу Кирилл А мы можем Начальство задерживается Значит Я смотрел какую-то забавную новость И наверняка вы слышали Но я сообщу нашим зрителям Которые сейчас смотрят нас в это прекрасное субботнее утро Сейчас Который час? Примерно Около двенадцати Около двенадцати Хорошо Из одесского зоопарка сбежали три гамадрила Об этом сообщает директор этого учреждения Он уточнил Он уточнил Что вожака уже удалось поймать К этому моменту Вожака Вожака А молодой гамадрилов Сейчас бегает по территории Трамвайного депо Пытается зарегистрироваться на выборах Потому что все-таки Избирательный процесс он такой Да А самка Пять часов в зоопарке Я тоже Александр в этом русле Сразу подумал Почему Чем ближе выборы Тем больше Среди нас гамадрилов И тем больше Они активизируются И выходят в люди Вы заметили Интересное деление Вожак Гомодрил, молодой Гомодрил и самка Гомодрил. Это иерархия. Кому здесь не хватает? Подождите, мне, я тебе больше скажу, мне не хватает этой новости украинской мовы, я хочу услышать феминитив. Вот как самка Гомодрила сделает? Гомодрилка. Гомодрилка? Кирилл, все с кем вы решили позволить себе этот эпитет, да? Ну, пожалуй. Горилка-горилка, да-да. Ну, пожалуй. А почему ты думаешь, что именно так? Предположение. Кстати. А почему не Гомодрилка-иня какая-нибудь? Алексей, была более... Гомодрилка-иня? Гомодрилка-иня. А, ну, может быть. Была более зная шука на эту тему, что если их поймают до 25 октября, то сейчас могут выдать в Совет. Да. А у нас ищут новые лица. Саша, Гомодрилк-Несса. О, вот это оно. Определитесь Гомодрила в списке фракций. Между прочим, было очень... Вот эта игра, да? Господа, в Фейсбуке недавно была очень серьезная дискуссия. Гомодрила. Гомодрила, конечно, сказать слово «головка», но передумал ближе, потому что он образованный, интеллигентный человек. Потому что у меня планшета. Он в очках, он не может себе позволить. Мы только раскачерялись, а наша передача чуть-чуть подходит к концу. Но есть у меня хорошая, позитивная новость для вас. Вот. У нас есть большая проблема в другом курорте. Не в Одессе, а на Азовском море, в Кирилловке. Кирилловке так много людей на пляже, что яблоку негде упасть. И из-за огромного количества отдыха... Я бы читала не так. Если по номеру телефона 0,50... Не так. Новости к нам. Для того, как отдыхать, то, что там вот такого вот... Короче, вот такого вот ужаса нет. Такое ощущение, что я попала, не знаю, в Китай. Ну, понимаете, все это дело. Ты мне скажи, в Украине Тиграновка есть? Кирилловка это понятно. Алексеевка есть 100%. Есть, 100%. Алексеевка, да. О, Александровка. Даже и снова Алексеевка. Пока вы не забыли о рубрике «Подарок», я вам... Какая прелесть. Это мой подарок. У вас же есть такая рубрика? Да. А, боже, класс. А ее не было, наверное, я ее учредил. Внедряй, да. Это вам, значит, не Тиграновка, как сказал Саша. Тиграновка. Но лучший подарок, это подарок, сделанный своими руками. Это экстракт Тиграна, что ли? Да, да. Собирал виноград. Тигран. Выдерживал в бочках. Чтобы вы понимали. Это армянский коньяк. Подожди, это пять звезд или пять капель Тиграна? Как это надо делать? Это нюхать, что с этим делаю вообще. Пять капель Тиграна. Пять, Саша. Мне кажется, я хочу сделать такое резюме. Во-первых, когда мы уже скатываемся в эти темы. Точно нужно заканчивать. Ну, это Саша последний вот. Я даже уже ничего не говорил. Я считаю, что мы должны сделать следующее резюме о сегодняшней программе. Если Кирилл в следующий раз будет выбирать, какую компанию лоббировать или планировать в программе, то Кирилловка гораздо более удачно, чем Пфайзер. Потому что Пфайзер, ну, несколько броска, да, это бросается в глаза. Там бюджет больше. А так можно очень-очень скрыто говорить. Наши ведущие, Молчанов, Кирилловка, ой, Кирилл. И незаметно логотип одного из курортных. Ты же чувствуешь, как мы незаметно показываем логотипы? У нас все нормально. И, кстати, показывать вот этот ролик, посмотрите, по переполненной пляже. На этой автоматической ночи мы будем благодарить Тиграна, что пришел к нам на передачу. Тиграна и Тиграна. Накапайте себе пару капель Тиграна, и начинайте боздро утро. Спасибо за приглашение. Спасибо, Тиграна. Как говорит Кирилл, наша программа это не отдых в Кирилловке, он заканчивается. В Кирилловку можно приехать, из нее нельзя уехать. Всем спасибо, Пфайзер. До свидания. До новых встреч. До следующей субботы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова